Дамы и господа, приветствую вас в институте Б. Рад вас всех видеть. Сегодня у нас специальный гость Мальфар Карпатский. Ссылка на его канал в описании находится. Он поделится своими мыслями относительно того, что можно делать на земле. Ну, в принципе, эфир у нас чуть шире. У нас будет два стрима. Тактические и стратегические моменты, связанные с текущей ситуацией. Какие-то вещи, которые бы хотелось подсветить и озвучить для тех, кто, возможно, еще не разобрался. А может быть, кто-то, кстати, разобрался и лучше, и тогда вы можете написать свой комментарий и дополнить общую копилку мыслей. Так вот, сегодня будет как бы начало, а психологический аспект вот этих вот вещей, которые происходят, будет озвучен в понедельник. Вот. А сегодня у нас трансляция с практиком, с человеком, который, ну, не просто там что-то осмыслил, вот он в определенном смысле реализовал свои мысли. Вот. И, ну, это тоже одно из вариантов решений. Вот сегодня мы его рассмотрим, да, послушаем, пытаемся понять, в чем там плюсы-минусы и так далее. Вот про вакцину уже пишут. Кстати, если у вас будут классные вопросы, то вы можете их писать, и я постараюсь их зачитать. Ну, я со своей стороны приветствую широкую и любознателенную аудиторию YouTube-канала Институт Б из первого в мире биосферного поселения, из Карпат. С вами Мальфар Карпатский. Всем доброго вечера. Александр, начинай. Да, вот вижу в чате плюсики пошли. Отлично. Знаете, тема эта давно назревала. Просто, ну, как бы, то, что происходит, оно очень-очень сильно воздействует на психику и вызывает некую растерянность и непонимание, что, собственно, происходит. Но верная тактика, верная стратегия, они помогают это преодолевать. То есть, когда есть некое описание, которое раскладывает ситуацию по частям, то, ну, с этим уже что-то можно делать, да. Для, допустим, зрителей ТВ практически каждая новость, она является некой неожиданностью. Ну, поскольку у них привит такой кальдоскопический кретинизм, они постоянно воспринимают какие-то вот вещи, которые происходят, как, ну, что уникально и необычно. Типа, а что так могло быть разве? Разве все к этому шло? Это же случайность, такого не было. Вот. Но вот чтобы как раз именно такого и не было, мы попытаемся понять, вот что происходит сейчас. Давайте тогда начнем понимать, я ценю и давно смотрю твой YouTube-канал, равно как и другую деятельность в интернете, на сайте. И подозреваю, что большая часть аудитории – это люди, которые стремятся к осознанности и стремятся понять действительность нашего мира, истину его, что происходит, как жить, как жить хорошо. И в сегодняшней ситуации, когда у нас есть Терминатор 19, я не буду называть известную вам гадость, которая сейчас активно рекламируется при помощи средств массовой информации, поскольку YouTube очень не любит видео, которые раскрывают правду о происходящем. Так вот, очень рассчитываю, что аудитория не то, чтобы подогретая, но аудитория в теме, аудитория ищущая, и в сегодняшней ситуации, повторюсь, та аудитория, которая готова предпринимать некие шаги. В отношении того, что все вдруг так вот происходит, не могу согласиться, но возможно только потому, что уже 10 лет, как не живу в системе, и имею роскошь смотреть на все происходящее вот там, в городах, в той системе, со стороны. Из лесу, с горы, когда у тебя все есть, и ты не смотришь телевизор, а выбираешь исключительно те новости, и ту информацию при помощи современного интернета, выбираешь ту информацию, которая тебе нужна, либо ищешь ответы на происходящее сегодня на планете. Если совсем уйти в глубокую конспирологию, но это слово на самом деле очень позитивное, ценное, и выдается, условно говоря, в Википедии и тем же самым СМИ, как нечто ха-ха, хи-хи. Делается это искусственно, но так, чтобы мы поменяли наше отношение к этому слову, условно говоря, берем из КГБ-шного сленга конспиративная квартира. О чем это говорит? Это скрытая квартира, правильно? Та, которой мало кто знает, и знают единицы. То же самое и с конспирологией. Конспирология, условно говоря, это то знание, которое доступно лишним многим. И те твари, которые сидят сейчас и управляют нашей планетой, они действительно это знание очень давно на него сели и выделяют нам с вами в час, вернее, в 50-100 лет по чайной ложке. Происходит очень веселая ситуация. Где-то в 2012 году, повторю, сейчас уйдем в конспирологию, но поймите меня верно, я говорю то, что стало известно не только мне, но многим другим исследователям. Где-то в 2012 году с нашей планеты свалили главные владельцы и хозяева нашего мира, которые им правили энное количество сотен лет. И осталась свора, так сказать, пастухов. То есть, не владелец конюшни, да, либо владелец, не знаю, фермы, остались пастухи. И им сообщили, что сегодня, собственно говоря, планета на карантине, и вы улететь так же и спасти свои шкуры не сможете. И по прошествии каких-то 8 лет эти нелюди, которые пытаются все эти годы нам сейчас активно закрутить гайки и навязать понимание, что они и есть хозяева планеты и владельца. Хозяина уже нет, а хозяева здесь мы с вами. Так вот, они решили пошутить в ответ на то, что они оказались вместе с нами, как и вся планета в карантине. Делаем ремарку к одной из известнейших книг «Безмолвная планета», рекомендую почитать. Они решили пошутить и посадить все народы, население планеты на карантин. Вот в таком веселом мире мы сейчас с вами живем. Ну, насчет слова конспирология. Оно как бы немножко желтое, то есть, это, понятное дело, специальная технология, спецслужб, они целенаправленно его, так сказать, травят. И, собственно, сама вот эта тема теории заговора, она и придумана была для того, чтобы дискредитировать все эти области. То есть, те, кто процессы запускают сверху, они все понимают, и они выгодополучатели. А те, кто исполняют, они там часто являются всякими полувоенными организациями и подписывают разного рода подписки секретности. Ну, и остается определенная интеллектуальная элита, допустим, тех же научных сотрудников, которым, как бы, вроде не запрещают ничего говорить, но при этом они, ну, им создают такой забор искусственно, в какие темы не заходить, для того, чтобы не терять репутацию, премии и так далее. То есть, как бы, вроде бы, не табуируется ничего официально, но на самом деле табу создается вот это искусственно и еще часть людей срезается. Затем, потом те, кто остаются, им внушаются определенные, ну, тоже ментальные образы, например, вот образ, там, не знаю, люди в черном, если помните, вот, то есть, некий такой конспиролог, сидящий в подвале в шапочке из фольги, ну, то есть, высмеивается, да, идея, что независимое мнение это, типа, смешно и глупо. И вообще, области, какие-то реальности для исследования вообще запретные, да, и если мнение отлично от официального, то оно по определению какое-то такое вот неадекватное. Хотя, ну, понятно же, что тот, кто сверху какую-то идею транслирует, он это делает именно в своих интересах. Если его интересы не совпадают с нашими, то, как бы, ну, нужно делать выводы определенные. Давайте делать выводы. На самом деле, миром правят образы. И вернемся к тому, что все не просто так и не вдруг. Происходящее сегодня это давно спланированная акция, это давно запланированные действия, и, как бы, это очередное звено в цепи событий, происходящих за последние, ну, я могу сказать, лет 200. С того момента, как нами активно начали управлять. Очень сильно все начало закручиваться. Возвращаемся к тем же ученым после Второй мировой войны, созданием ООН, когда Серами был окончательно там, утвержден и проработан план нового мирового порядка. Привет, Олдосу Хаксли и Орвелу. Надеюсь, они где-то там потирают ручки, потому что их сценарные книги, они сейчас очень жестко, конкретно, предметно реализуются. Так вот, те же самые ученые, в основном психологи, в них вливалось миллионы долларов после войны, для того, чтобы они своими стимулами тыкали в тело человечества и проверяли нашу реакцию, как, каким образом мы реагируем на те или иные события. И нам в голову внедряли постепенно, постепенно необходимые тварям образы, тварям, которые нами управляют. И касательно ученых, почему их так мало, тех, кто действительно говорит правду. Вот буквально в этом году, в самом начале года мы выпустили свое видео про Терминатор-19 с большим подбором ученых. Прием, прием. А вот теперь должно восстановиться. Ну, видимо, на пару секунд, наверное, может, секунд на 10 связи не было. Добро. Это серые, опять-таки, не любят, когда мы говорим правду, но будем противодействовать светлыми мыслями и правильными образами. Почему ученые не говорят, все очень просто. Ты как бы это озвучил, но самое большое понимание происходит от того, что, собственно говоря, все ученые, неважно, сидит он на бюджете, на государственной работе, либо он в частном НИИ, либо он получает гранты. Все гранты конкретно прописаны под определенные программы, под то, что нужно исследовать не нам, как бы, не нам, не нам, но твоему имени, как на медали 1812 года, это было написано с масонским знаком. И у ученых, как и, тут расширяем тему, ученых, как и у всех людей, живущих в системе, в городе, собственно говоря, ничего своего нет. То есть, они не могут лишиться работы, потому что из-за работы на ней не зарабатывают фантики, которые меняют затем на продукты питания, одежду, жилье и прочее, прочее, прочее. Та же самая ситуация, в принципе, и с каждым жителем города. Живя в городе, у тебя нет ничего своего. Даже если у тебя есть там акт на право собственности на квартиру, то тебе принадлежит, условно говоря, воздух и вот этот самый план, потому что стены дома не твои, земля, на которой он стоит, не твоя, крыша не твоя, трубы не твои, ЖКХ тоже не твое и прочее, и прочее, и прочее. И это, условно говоря, патовая ситуация, потому что человек вдруг, начинающий понимать, что история ложна, что нам почти 99% все подменили и рассказали все не так, как это было, физика ложна, география ложна, какого на самом деле строения нашей планеты Земля, где находятся континенты и так далее, что происходит в Австралии, в Антарктиде, Котлярову тоже большой привет, все это тоже ложно, и дальше необходимо идти вперед, то есть делать следующий шаг и пытаться соединить пазлы, всего того, что наши исследователи, я очень не люблю слово альтернативные, потому что это те исследователи, которые исследуют истину этого мира, и они не есть альтернативные, они правдивые исследователи, и до тех пор, пока мы с вами соглашаемся с таким клеймом, мы оказываемся, условно говоря, за бортом мейнстримов и трендов, а наша задача их устанавливать, так вот, человек, находящийся в городе, он не имеет ничего своего, и когда он начинает складывать пазлы происходящего, и пытается понять в целом, что происходит, первая реакция, наверное, это шок, я, например, был в 2012, 2010, 2012 году, наверное, два года в полном шоке от понимания, меня накрыло, я сложил все, что мог, из того, что знал, читал, слушал, смотрел, и понял, насколько лживый мир, в котором я сейчас нахожусь, что ходить на работу и тратить свое время жизни, эмоции, энергию, это ложно, зарабатывать фантики ложно, что что бы ты ни делал, ты, в принципе, не можешь купить для себя или обеспечить себе высший, наилучшее качество жизни, высший уровень, и в подобной ситуации человек, оказывавшийся в городе, наверное, он похож на сегодня уже бабушек, дедушек, а 20 чем-то лет тому назад вполне в среднем возрасте людей, которые оказались на обломках СССР. Точно так же философия, которой они отдавали свои годы, молодости, верили, строили, создавали, созидали, эта философия была не просто обгажена, она как бы была перевернута, черная, она была названа белым, белая и черным, я сейчас не топлю за совок вообще никоим образом, просто говорю про ситуацию, философскую ситуацию, их как бы энергетические там эмоциональные ощущения, они находились в ситуации, когда фундамент, база, на которой они стоят, всю жизнь жили, и философия у них просто была выбита из-под ног. И это стандартное, если говорить о тактике, да, это стандартное тактическое поведение там в любом в любом бое, когда необходимо выбить у противника чувство уверенности. про Гарри Поттера, да, вспоминаем, тот был бы счастлив, если бы ты думал, что ты одинок. То же самое, как бы и здесь, если человек вот сегодня, сейчас, собрав все в единое целое, понимает, что все то, что он сейчас делает, и все то, как он живет, и где он живет, и общество, не является общество, потому что общего у нас очень мало, каждый засунут по своим ячейкам эгоизма. не то цивилизация, о какой цивилизации мы можем говорить, если, ну вот буквально там месяц, полтора, два назад на Таганке была ситуация, где молодая женщина отказалась одевать маску, то толпа кричала распни ее, условно говоря, когда полицай ее выводил из театра, и это, условно говоря, те, кто имеют деньги купить билет в театр на Таганке, те, кто считает себя культурными, интеллигенцией, высший слой общества, поэтому, когда ты все это понимаешь, что вот тут, тут, тут и везде вокруг тебя, то есть на 360 градусов, все основные аспекты нашей жизни это ложь, необходимо делать следующий шаг. Хочешь больше никогда не ходить на работу? Навсегда забыть о стрессах, болезнях, кризисах и кредитах? Жить, любить, творить и развиваться в окружении друзей и красоты природы? Приезжай в биосферное поселение Биополис, международный биосферный форум, который проходит в украинских Карпатах, биосферные поселения впитали в себя все лучшее, что есть у эко-поселений и родовых поместьй и сделали шаг вперед. Здесь ты вспомнишь, как это быть свободным. Узнаешь, что можно легко обустроить комфортную жизнь вне города и стать независимым от системы. Научайся полностью обеспечивать себя водой, едой, энергией и теплом. Отдыхай со смыслом. Мы будем строить дома-купола, взаимодействовать с водой и животными, укладывать глиночурку и гонд, делать печь ракету и бетон из конопли. Мастера международного класса и гости со всего мира приезжают к нам. Приезжай и ты. Здесь тебя ждут древние знания, современные технологии и настоящие друзья. Мощь и красота гор, нетронутая природа, купание в чистой родниковой воде, круглая баня, песни у костра и хороводы. Все это зарядит тебя силой, наполнит здоровьем, поднимет осознанность и подарит уверенность на твоем пути из города в природу. Но ты находишься в плавающей ситуации, то есть ты совершенно не уверен, основание, на котором ты строил свою жизнь, ты сам его берешь и убираешь у себя из-под ног. И тут необходимо двигаться дальше. То есть нужно предпринимать определенные силовые решения и выходить из данной системы. Исключительно выходить. Так, кстати, хотел сказать респект Александру за донейшн между трансляциями. Это очень приятно. Насчет того, что ты сейчас озвучивал, пара вопросов у меня уже появилась, пара мыслей. Сейчас попытаюсь сформулировать ее. Это она куда-то ускакала. Перебивать не хотелось, пока ты вещал. А теперь пытаюсь вспомнить о чем-то было. Так. Ну ладно. В общем, к первым вопросам. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, оно все происходит как реакция на определенные действия, которые вкидывает правящая верхушка для того, чтобы привести к этому результату. То есть, очень сомнительно, что вот сейчас все согласятся там чипироваться или прививки делать, но для того, чтобы подтолкнуть к этому, скорее всего, будут какие-то еще провокации дополнительно. То есть, довести людей до ручки, скорее всего, они попытаются устроить какую-нибудь там войнушку, возможно. Ну, кстати, вот про аналитику на эти моменты подробнее у нас будет на трансляции в понедельник. Вот. Сейчас я так просто закидываю некую часть. вопрос, давай сразу продолжу. Ну, вот. Люди не рентабельны сегодня, все делается намного дешевле при помощи средств информации. Уж так нас устроили за последние 50 лет психологически. Подвели, подсадили и научили воспринимать все происходящее. Я могу сказать, что, ну, как по мне, человек, который слушает все, что ему говорят в СМИ, не анализируя, не поддавая это логическому переосмыслению и пониманию со своей стороны анализу, исследованию, то данный человек, особенно, когда ему об этом говорят политики, говорящие голову в телевизоре, в моем понимании он превращается исключительно в, даже не осла, просто в стадо, в барана, причем безмолвного барана. в отношении происходящего сегодня необходимо сказать ценную вещь. У нас тоже, между прочим, я думаю, в понедельник, сейчас заканчиваем редактирование фильма, про капиталистов, про Всемирный экономический форум. По факту, если мы посмотрим нашу историю на протяжении, а нужно всегда соотносить свою позицию сегодняшнюю с тем, что ты знаешь, что было в истории, причем не то, что написано в учебниках истории. И соотнеся сегодняшний наш мир, можно прийти к простому заключению, что все две или три, в зависимости как считать, мировые войны, они производились исключительно по задумке и по планам промышленников. Тех самых промышленников, которые раньше когда-то были феодалами, которые сели на старые допотопные заводы и имели в своих руках непосредственно мощь собственности эти заводы. Так вот, все войны были проведены по заказу промышленников. Они, и об этом будем много говорить в понедельник, в фильме подробненько разбираясь. Так вот, сегодня все происходящее на самом деле продвигается именно вот оттуда. То есть, политики сегодня зачитывают исключительно сценарий, который им подложено, написан, они их просто везде читают. Сказать, что ничего сделать нельзя, можно сделать что-то, но тут нужно понимать, во-первых, мощь с той стороны, с другой стороны их слабость. Потому что по факту все капиталы, то есть, в этом году, например, вот за этот год около миллиарда человек пересекли черту бедности. Все богатые семьи Европы, Америки, олигархи, они увеличили свои доходы на минимум в 30 процентов, на миллиарды. И это осознанные действия, предпринимаемые против нас. Буквально вчера там вышел фильм на канале «Только в плюс» замечательный про геноцид населения. Это правда. Но они относятся к нам как к ресурсу. Мы, мало то, что не просто ресурс, там нефть или газ, которые не просят зарплаты, мы просим покушать зарплату свою на предприятиях, неважно, любых предприятиях. Потому что та же самая наша медицина, она точно так же работает на них. Потому что фан-компаниям выписываются государственные бюджеты и государственные контракты через тех же медиков. Поэтому мы для них ресурс, но ресурс, который хочет денег кушать. И мы своим ресурсом за последние 100 лет подняли, в принципе, науку на достаточно высокий уровень, что сегодня до 80 процентов всего того, что мы делаем своими руками, мозгами могут делать машины, компьютеры, обслуживаемые там одним-двумя процентами от сегодняшнего количества работающих людей. Поэтому это им просто выгодно. Они не мыслят стандартными совести, сообщества, благополучия, изобилия, человеческих каких-то принципов. У них другие принципы. И они не просто будут идти до конца. Так же, как и первая, вторая мировые войны. Они просто реализуют конкретные свои планы. Так называемый новый мировой порядок. Мы же с вами должны начать выстраивать противоположную мощную, эгрегориальную, можно сказать, модель, силу, либо ноосферную определенную концепцию. И это в наших силах сегодня это сделать. Мы должны создавать с вами новый образ мира, в котором человек, его вечная сущность, его душевные порывы, созвучия, сотворчество, совесть стоят на первом месте. И к этому призывает планета и все, что происходит сейчас. И вот именно этим нужно нам с вами заниматься. Потому что предлагаемые нам стандартные концепции противодействия, как то петиции, демонстрации, голодовки и прочее, они малодейственны. Хотя, однако, могу заметить это интересная и очень позитивная новость. Буквально в течение этого месяца Дании своими протестами, они стояли почти две недели на центральной площади в столице Дании перед парламентом. И датчане отменили у себя в стране так называемый закон обязательного вакцинации, который был введен правительством. Австрия сейчас очень активно противодействует. Наверняка знаете, что в Берлине были тысячные акции, приезжал Кеннеди, а потом англичан разгоняли водометами холодной водой. Вот поэтому да, демонстрация можно сказать это один из инструментов, который может работать. Но точно так же как сейчас датское правительство отменило данный закон. Тут очень много подводных камней. Дания это не совсем демократия. Дания имеет свой станок, она имеет возможность стоять уверенно экономически. Поэтому с Данией может быть оно и проканает. При том, что на нас повторюсь опять-таки отрабатывают разные модели. То есть Дании дали возможность барашкам, овцам, ресурсу человеческому повыступать и поменяли здесь немножко правила игры. Для того, чтобы посмотреть, что будет в Дании конкретно сейчас после такой акции. Россия, Украина, поляки, то есть еще более-менее глубоко имеющие свои генотип белой расы творцов, вот этим народом будут активно закручивать гайки, потому что мы есть та сила, которая способна творческим своим духом, мыслями очень быстро и сильно переломить данную ситуацию. Тут я возвращаюсь к тому, что демонстрации и прочие акции протеста они ни к чему не ведут. Это игра на поле тех, кто устраивает правила игры. Они нам предложили подобные варианты противодействия. Противодействие оно очень простое. Твоя задача мыслить новыми другими образами. Раз. Второе, объединяться с максимальным количеством однодумцев, единомышленников, с теми, с кем ты созвучен. Ну и самое главное, быть осознанным самому и призывать к осознанности окружающих тебя людей. И вот как только нас будет много, в достаточном количестве, мы научимся синхронно взаимодействовать и синхронно мыслить, условно говоря, бить лучом своей осознанности и фокуса внимания и энергии в конкретно один общий выработанный, согласованный, обсужденный образ, тогда мы сможем кардинально изменить на всей планете жизнь. При этом этот образ может состоять из совершенно разных концепций. Главное, чтобы эти концепции как-то сочетались. Вот мы последние пять лет активно выдвигаем, продвигаем концепцию биосферного поселения, в котором человек не просто хорошо живет, он живет в природе, он живет в окружении гор, лесов, зверей, ручьев, озер, он создает ландшафт, он взаимодействует с лесом как мастер, как хозяин, при этом эта территория является заповедной, мы выстраиваем определенные взаимоотношения с властями разных стран, прописываем данные аспекты законодательно, для того, чтобы человек мог здесь жить, чтобы не было ситуации, как, например, в заповеднике Байкал, где жители местные не могут и не способны даже колодец выкопать у себя во дворе, вот, мы же говорим о другом, что мы создаем новую модель, она не противодействует и не противоречит городу, это просто другая жизнь, иная жизнь, мы занимаемся природоохраной, ну и самое главное, мы просто хорошо живем и развиваемся, чего и вам желаю. Так, касательно упомянутого Советского Союза, вот то, что наблюдалось там, есть такое мнение, что это сейчас повторяется уже в масштабе всего мира, то есть был некий локальный эксперимент, а теперь они потестировали это и хотят применить то же самое, но уже в масштабе всей планеты, и то, что было сказано о промышленниках, есть также мысль, что сейчас противостояние идет банковских вот этих деятелей, новое, так сказать, поколение верхушки элиты, которые, ну, перехватили управление и они уничтожают уже этих промышленников, то есть две фракции, воюют, и всякие бизнесы, малые и средние, они сейчас разоряются как раз из-за всех этих мер, которые были введены, но при этом банкиры, которые могли сколько угодно печатать денег, они это продолжают делать, ну, и, соответственно, при таком раскладе они могут куда угодно эти ресурсы направить, кого угодно подкупить, оплатить, Смитом и так далее, и в этом ракурсе, ну, как-то перспективы не очень хорошие получаются, вырисовываются, но я разовью ту мысль, которую начал вкидывать, вот, по идее, для каждого движения дальше, для заключения гайна к системой, им нужна какая-то провокация, которую они применяют, то, что в будущем, скорее всего, будет какая-то, это, ну, вот вероятность очень высокая, то, что та ситуация, в которой мы находимся, она тоже была спровоцирована, ну, вот этим вот вирусом, то, что было до этого, там, биометрия, она была спровоцирована 9.11, например, ну, и так далее, если вот мы идем по шкале временной назад, то смотрим, вот каждое, вот это вот закручивание, оно перед этим предшествовало, вот, каким-то вещам, ну, которые были инспирированы самой системой, и в тему экопоселений, вот когда-то же люди, они ведь и жили все в общинах, да, а потом эти общины были разрушены, а потом семья была разрушена, а потом все вот в городе сидят и всех контролируют, семьей управляют, то есть этот процесс, он был многоступенчатый, то есть, вот, если назад туда вот вернуться немного, то какие события привели к тому, что человек оказался оторван от общинности, от своей земли и был интегрирован в город, где он, ну, собственно, винтик, с которым можно делать что угодно. Мои мнения по этому поводу, я бы не рекомендовал заблуждаться, что банкиры и промышленники это что-то разное, во всяком случае, клещ красный и клещ черный такой же паразит, и тот, и тот есть клещ, и тот, и тот есть паразит, только у них разная цветовая гамма, уже давным-давно промышленные предприятия принадлежат банкам, а банки принадлежат промышленникам, это все пальцы как бы одной руки, это все одно кодло, которое взаимодействует друг с другом совершенно замечательно, спевшись, это одно единое целое. Говоря о том, что средний бизнес уходит в небытие, это тоже правда, причем тут нужно понимать, что эта тенденция очень длительная, то есть некая эфемерная модель, где Европе позволяли иметь большой объем среднего бизнеса, Америке якобы тоже, это как бы такие отголоски, отголоски прошлого. А у нас на постсоветском пространстве это было всего на всего возможность хоть как-то людям дать зарабатывать и каким-то образом активно что-то делать, ну и самое главное подтвердить новую идеологию, что те, которые раньше в Советском Союзе наказывались, потому что зарабатывали на процентах, кстати, давайте слушающие скажите, как это называлось в Советском Союзе и за что сажали, то в новом времени это стали коммерсанты, бизнесмены и прочее. И опять-таки ретроспектива 1928 год тот самый Уэллс, который написал замечательную войну миров, он написал отличную книгу «Открытый заговор», в которой, из которой, например, Клаус Шваб, президент Всемирно-экономического форума, я бы сказал, не просто передирает, а прямо зачитывает цитаты. И тогда это было даже не откровение, не откровение, это было, собственно говоря, тот же самый определенный план действий, который был вброшен в умы для того, чтобы он был реализован через почти сто лет. То есть, они движутся абсолютно конкретно, предметно, по своим целям и задачам. По поводу первобытного общинного строя, как вообще мы до этого всего докатились, тут много нужно поднимать пластов исторических с момента захвата планеты, между прочим, у нас на канале есть такое видео, заходите на Мальфарк Карпатский, смотрите, там интересно, чувственно, я бы сказал. С тех давних времен, до тех пор, пока еще где-то сохранялись общинный строй, сегодня это слово очень сильно опущено, опять-таки, как конспираси, имеет желтый оттенок, негативизм и прочее. Первобытный общинный строй, обязательно нужно было бегать с каменными топорами, бородатым мужикам, голым бабам и прочее. Чем они занимались, не знаю. но по факту, что мы имеем, быт, первый, быт и община, то есть люди, которые вместе живут, а вот это уже круто, потому что сегодня у нас этого нет. Если посмотреть опять-таки на те же самые города, к которым мы сейчас вернемся, как они возникли, почему они возникли, то, скорее всего, вы, живя на лестничной клетке, не знаете соседей сверху, снизу, либо даже рядом через коридор. И это большая наша беда, и не просто беда, это тот вирус, один из немногих информационных, не вот тех, которых сейчас говорится, который был вброшен в нас вот давно достаточно, но очень активно стал реализовываться после 50-х годов. Так вот, это эгоизм. Мы не знаем друг друга, и о какой общине или сообществе можно говорить, если у нас нету ничего общего. И мы вот для себя в философском плане однозначно очень многое черпаем от наших предков, от того, как это было устроено, и это очень ценно, потому что когда ты принимаешь решение на вечи со всеми жителями, и ты прислушиваешься исключительно к профессионалам, к мастерам своего дела, имеется ряд старейшин, которые имеют право голоса, и которому тем более прислушиваются. Когда не дается, вот как сейчас у нас в системе, ты можешь идти голосовать, кто? Ну, 18-е стукнуло, иди голосуй. Право голоса не дается мужчине младше 42-х лет. Бородатому, который имеет семью, посадил сад, построил дом. Только после 42-х он имеет право говорить свой голос, и он может быть зачтен. А младше, моложе, человек просто еще не способен все проанализировать и прийти каким-то выводом, а тем более кому-то что-то советовать. И как это все произошло, как бы все очень просто, точно так же не кнутом, так пряником. Это делали те же самые промышленники в 19-м веке. 19-й, 20-й век все эти годы, посмотрите, как города сформировались, да, то есть ставилось промышленное предприятие, вокруг которого вырастали определенные кварталы тех самых рабочих. А рабочие откуда взялись? А рабочим сделали совершенно ужасную жизнь непосредственно у себя на земле. Посмотрим буквально прошлый век. Все же очень просто и все видно, явно и даже нескрываемо. 30-е годы голодомор в Украине. Что же это люди сами морили себя голодом, да, или им жрать ничего было? Нет, приходили, отнимали, забирали. Те, кто имел дом получше, их выгоняли и дом разбирали, забирали там на сельсовет. Хлеб вывозили и это делалось исключительно искусственно. То же самое, пожалуйста, Америка 30-е годы, Великая Депрессия. Мы имеем точно такую же ситуацию. Притом, если мы начнем копать глубже, чем вот стандартные картинки и стандартная информация Википедии по Великой Депрессии, то мы увидим абсолютно такую же картину, которая происходила в Украине. Я знаю, что в некоторых других республиках Советского Союза это было, но это не так может быть сильно распиарено. На Поволжье были, забирали хлеб, хлеб, все забирали до трусов. В Америке делалось то же самое с людьми, которые жили на земле своей, их, ну, кого-то заманивали чем-то, условно говоря, стиральной машиной, которая была запретена не в прошлом веке, а задолго до того, как теплым туалетом и квартирой с удобствами. чтобы они становились рабочими, то есть рабами на предприятиях тех самых капиталистов и промышленников, в принципе, одно и то же, для того, чтобы они их обслуживали. Обслуживали и поднимали определенные, решали определенные задачи, строились новые фабрики, развивалась наука и так далее. То есть, это делалось исключительно искусственно. То же самое, как и, если мы начнем говорить про школы. У нас на канале есть несколько фильмов про образование, смотрите, интересно, некоторые смешно, а некоторые очень печально. С образованием то же самое. Промышленникам нужны были не просто Иван, который пришел, он умеет косить, сажать, растить, любить и прочее. А ему нужен был обыкновенный рабочий, который становился с молотком возле машины и работал за похлебку, либо за совершеннейшие крохи. И в таком, в принципе, в таком состоянии сегодня точно так же народонаселение планеты содержится. Почему я намекнул про Герберта Уэллса, потому что у него в книге конкретно и написано, что в новом мире мир будет разделен как бы на две части. Элита, то есть промышленники, капиталисты и банкиры, плюс вместе с ними некая маленькая прослойка интеллигенции, а именно знающих людей, то есть инженеров и прочее. Небольшая прослойка, ну и плюс те, которые поют у нас на телевизоре, чтобы их развлекать. И все. И дальше, кроме элиты, только плебс, то есть те, кто их обслуживает. Это было записано и запланировано еще в далеком 1928 году. И сегодня те же самые фразы высказывает Хер Шваб, глава Всемирно-экономического форума. Мало того, что высказывает он это, он высказывает те вещи, которые потом совершенно четко ретранслируются политиками во всех странах, потому что они написаны в одной сценарной книге. Да, мы сейчас наблюдаем беспрецедентные события, когда видим, как все это палится, и как прямо на наших глазах происходит определенная не фальсификация истории, но создание ее. И, скорее всего, спустя время они потом перепишут эти все моменты. Это, конечно, взрывает мозги. Ладно, давайте перейдем к сакраментальному вопросу для России и для этой трансляции. Что делать? Зрители тоже уже интересоваться начинают. Какое решение может предпринять человек, находясь во всех этих условиях? Я могу сказать, что нам точно так же, имея большой YouTube-канал и имея свои ресурсы, сайты в сети, имея непосредственно сайт нашего биосферного поселения, приходят сотни писем, комментариев с вопросом, что делать. В своих фильмах мы не раз отвечали на вопрос, что делать. А делать можно разное, конечно, каждому, условно говоря, свое. Выход, на самом деле, из этой системы там, где вход. Тебе необходимо первое, принять решение, кто ты, раб или свободный живой человек, который имеет свою волю и имеет абсолютно все коны мироздания, которые реализуют твою волю. Дальше задаться вопросом твои потребности, твои нужды, твое понимание этого мира, что делать, да, и кто ты есть, и как тебе жить. Они созданы тобой, это твои правила, принципы, либо они тебе навязаны с детского садика, школы, социума, вуза и прочее. И первый шаг, это полный пересмотр всей своей жизни, своих целей и устремлений. Это первое, что нужно предпринять. А дальше как бы действовать. никто не имеет права твоей воле не позволить реализоваться. То есть, если ты хочешь продолжать ходить на работу, и чтобы у тебя ничего не было своего, чтобы ты был полностью зависим от системы, то тогда, конечно, тебя ждет вакцинация, биометрия, и полный максимальный контроль, и плюс еще обязательно ходи с намордником. Иначе ты изгой, и тебя выкинут из автобуса. Вот, если ты не хочешь этого делать, то выходи из города. Выйти можно по-разному, у каждого свое. Но если ты выходишь как бы в деревню или в село, это та же самая маленькая модель города, только с меньшими возможностями, с меньшим уровнем образования и образованности твоих соседей. Если ты выходишь, становишься отшельником, где-нибудь прячешься в таежных лесах вокруг Томска, Новосибирска, Барнаула, в горном Алтае, тоже вариант. Причем, весьма неплохой. Один из наших зрителей буквально две недели назад написал замечательный коммент. Свалил шесть лет назад, купил себе за 500 долларов, по-моему, домик глубоко в тайге, вдали от всяких построек и сел. Имею себе кур, коз, пчел. У меня все есть. Просто все есть. Я могу сказать то же самое, что у меня давно уже все есть. Мы с вами сейчас сидим в круглом доме куполе. Сильно двигать не буду. Вот дом купол круглый. Домик 75 квадратных метров, 4,3 высоты, полтора этажа, с каменной печкой, компостным туалетом, душем, кухней, рабочим кабинетом, отдельным, вторым этажом для детей. Такой домик может построить себе каждый. Кто хочет, может построить своими руками. Мы свои первые дома делали самостоятельно, хотя имели определенные инженерные приблуды, коннекторы, разработанные нами же, пока мы еще были в системе. Нужно понимать, что я говорю про биосферное поселение, очень многие думают, что это ага, живи в лесу, молись шалашу, колесу и листком под террасу. Абсолютно нет. Мы четко за технологии, за знания, за мудрость и наших предков, и современные технологии, которые есть. Поэтому мы живем в стильном современном доме куполе. Заходите к нам на артель, на сайт дом-купол.com смотрите больше. Смотрите, на нашем канале есть два или три фильма про дома-купола, как их построить, как их собрать. То есть, можно ориентироваться и заказать себе дом-купол. Этот строится, чтобы было понятно, дом строится за 4 часа. То есть, ты имея машину, загружаешь туда дом, семью, провизию определенную, садишься, выезжаешь из города, пока города еще совсем до конца не закрыты, нет такого сильного пропускного режима, как на границах. То есть, локдаун он есть, но ты еще пока можешь вырваться. Поэтому я однозначно рекомендую сваливать. Как говорил маргинал Герман Стерлигов, нам как бы все равно вас там утилизируют. И это было сказано в самом начале этого года, если не в конце прошлого. Не очень его как бы долюбливаю, но то, что было сказано, это правда. Я говорю то же самое. Валите из городов. Чем быстрее, тем лучше. Почему, например, я говорю о доме-куполе. Мы 10 лет последние живем в домах-куполах. Строим их сами для себя. То есть, и бани, и жилые дома, и вегетарии. Все круглые дома. Есть огромное количество плюсов данной конструкции, но сейчас не об этом речь. На сайте дом-купол.com, пожалуйста, много описано, рассказано и в наших фильмах. почему именно дом-купол, потому что на самом деле ты можешь его построить вот за 4 дня быстро, 4 часа. То есть, ты приезжаешь, выбираешь себе любимое место тобой возле речки, в лесу, и собираешь каркас за часа полтора вдвоем с женой. Вот просто ты и женщина. И потом часа полтора-два тебе необходимо на него сверху натянуть тент. Где бы ты ни жил на этой планете, за метр квартиры в многоэтажке тебе придется выложить не менее тысячи евро. А мечтать о стильном, уютном домике у озера вообще могут себе позволить только избранные. Конечно, здесь возможны варианты, но недвижимость это не только цена квадратного метра, это местоположение, соседи, инфраструктура, договора с подрядчиками, время на постройку, согласование, разрешение, сдача в эксплуатацию, подключение коммуникациям и инженерным сетям. А далее тебя ждут налоги, ремонты, счета за жилищно-коммунальные услуги. А можно ли обеспечить себя и свою семью прочным, современным, надежным, уютным, теплым, загородным домом, потратив на это на 90% меньше денег и времени, чем стоит любая известная тебе недвижимость? Можно. Мы живем в таких домах и строим их для друзей. Дом-купол 2020. Быстро, надежно, без согласований и счетов на воду и электричество. Это не просто загородный дом. Это дом, который ты можешь построить в любом приглянувшемся тебе месте за один день. В лесу или у озера. А если тебе захочется сменить обстановку, отправь его почтой в любую точку планеты. Немаловажно и то, что покупая дом в новостройке или коттеджном городке, ты обогащаешь очередного олигарха. Заказывая дом-купол у нас, ты делаешь благое дело. Помогаешь реализовывать биосферные проекты, направленные на сохранение жизни на нашей планете. Заходи на сайт дом-купол.ком Для зрителей канала Мальфар Карпатский эксклюзивные подарки. Мы реанимировали данный проект. Он у нас 10 лет лежал, потому что было неинтересно заниматься бизнесом. А в этом году мы его реанимировали исключительно, потому что очень многие спрашивают, что делать. И мы решили дать возможность и шанс людям быстро свалить из города. Дело в том, что дом-купол его можно поставить в любом месте без разрешения на строительство. То есть, если ты будешь себе строить сруб, тебе нужно сначала заказать лес, желательно, чтобы он высох, потом 2-3 мужика, которые бензопилами, топорами рубят бревна, потом их нужно закатывать. Если ты ставишь себе, например, даже современный, очень интересно, у нас есть партнер, который делает каркасные дома, то есть, готовые стены, сделанные из самана, то есть, солома сверху облицовку имеет. Это тоже прекрасный вариант с точки зрения здоровой жизни. Тебе необходим кран, машина, все это доставить, привезти. Это сложно. Мы же сейчас конкретно топим и рассказываем вот эту тему, что мы для вас изготавливаем такой дом-купол. Это каркас, стенд и все. Но это быстро, классно и эффективно. Но главное, повторюсь, тебе не нужно требовать, вернее, получать разрешение на строительство, потому что ты его ставишь на землю, на пеньки, по старой нашей древней технологии обожженные. Вот это называется малоэтажное каркасное временное сооружение, которое по всем нормам строительных, архитектурных принципов и законов проходит почти во всех странах. можешь, используя, например, нашу технологию, просто приехать вообще еще веселее, интереснее ситуация. Ты приезжаешь в лес с рюкзаком и бензопилой, а в рюкзаке у тебя лежат набор коннекторов, даже для большого дома, там 150, 180, 200 квадратных метров. И ты напиливаешь себе сухостой жерди, ну, где-то 12 сантиметров диаметром, цепляешь к ним коннекторы и сам в течение дня, ну, может быть, двух собираешь, я говорю конкретно про дом-купол, например, 180 квадратных метров, собираешь каркас, а затем ты его уже заделываешь, как тебе заблагорассудится. Мы, например, в следующем году будем учить людей на Международном биосферном форуме именно строительства дом-куполов с применением на одном будем тренироваться коноплебетон, класть. Очень интересная технология. Но если находишься просто в лесу, то самый простой вариант это саман. Тяжелый или легкий саман тебе решать. Но вернемся к вариантам выхода. Деревня навряд ли, отшельником в лесу, ну, это замечательно и многие могут прожить так до конца своих дней. Но не для всех опять-таки вариант. Еще один вариант тоже не для всех. На самом деле я понимаю, что это эксклюзив, о котором мы сейчас говорим, а именно создание сообщества. Но сообщество должно базироваться на каких-то общих принципах. И мы на себя вместе с нашими знакомыми по идеологии людям, которые помогают разрабатывать данную концепцию, мы создали концепцию биосферного поселения. Сразу оговорюсь, это не родовое поместье и не эко-поселение. Это в нашем понимании следующий шаг развития человеческой цивилизации. Почему я об этом говорю? Потому что жизнь пшеницшельника она хороша, но если у тебя допустим есть дети, либо ты хочешь вообще просто развиваться, человек это социальное существо, ему необходимо общение, общение для развития. Второй момент, если ты сам садишь поле пшеницы, у тебя на это пойдет определенное количество времени. Ежели у вас, например, 5-10 родов, и вы садите это поле все вместе, то у вас уйдет времени, можно сказать, столько же, но вы посадите в 10 раз больше. То есть сообщество помогает реализовывать, я не буду сейчас отдельно касаться вопросов безопасности, но сообщество помогает реализовывать огромный спектр того, что ты не можешь реализовать в своей жизни сам. И общение, и развитие, и веселье, и отдых, танцы, и прочее, прочее, прочее. Вот поэтому мы понимаем, что необходимо строить сообщество. И мы говорим о биосферных поселениях, поскольку в данной концепции мы переняли все то, что было хорошего непосредственно у эко-поселений, мы внимательно присматривались к родовым поместьям, именно к тем природным мыслям, концепциям и зерно правды, которое там было брошено во всей этой огромной макулатуре и огромного количества судеб перевернутых данной концепцией. Вот поэтому мы говорим о конкретном биосферном поселении, в котором человек живет хорошо, у него все есть, у него есть свет, электричество, то есть мы сейчас с вами сидим, у меня исключительно свое автономное электричество от солнышка на форуме в следующем году, который пройдет в июне, я коротко скажу, потому что это не афишируется информация, но мы будем конкретно проходить теорию, практику на различных зарядных устройств, которые работают без топлива и помогают вам обеспечивать себя всем необходимым, вплоть до того, что ставить собственное производство промышленное и не тянуть провода, не тянуть канализацию и прочее. То есть имея сообщество, имея допустим от нас поддержку в отношении конкретной франшизы или правильно сказать технологии создания модели философии в том числе биосферного поселения, ты можешь вот на этом базисе, именно на этом базисе собирать вокруг себя единомышленников и делать это как можно быстрее. проверять друг друга, понимать, что вы действительно единодушны и затем брать руки в ноги и выстраивать новую жизнь, новый образ жизни. Наша задача стоит в том, чтобы в подобных поселениях жило около 20% населения планеты. И тогда мы сможем единым образом жизни мы сможем показать некий иной пример того, как можно жить в гармонии с природой, не разрушая ее, гарантируя своим детям чистый воздух, чистую воду и при этом иметь все тебе необходимое для жизни и для развития. Я все сказал. Я говорю люльку. Вот сразу несколько вопросов вырисовываются. Кстати, я стал себя слышать. Эхо. В общем, нет, все равно слышно. Обычно помогает переключение вывода с колонок с колонок в наушники. Ладно, постараюсь это игнорировать, но это отвлекает, когда слышишь себя же. Значит, вот в чате откомментировали некоторые люди тоже вот эту мысль. Как будто система, она не будет сопротивляться тому, что люди уходят и противодействуют ей вот таким образом. Получается, пока нет массовости в этом, возможно, как выпуск пара это и будут допускать, но что произойдет в случае, если действительно 20% или к этому количеству будет подбираться количество людей, действительно, начнут жить в эко-поселениях. Вот что тогда предпримет власть, которая, в общем-то, не хочет уходить и не хочет, чтобы люди были свободны. Поправка. Не эко, а биосферных поселениях, потому что немножечко разнятся задачи и цели, которые стоят. Но в то же время сохранение природы это одна из целей, заявленных даже этими же самыми глобализаторами. Единственная разница в том, что как они это видят? Они видят цветущую природу, сохраненную, восстановленную в неких резерватах. Но при этом активно-активно продвигают тему, что природу не надо беспокоить и там человеку нет места. Буквально вчера зашел на сайт Северного фонда Дикой природы и там в каждом предложении, в каждом обзации это проговаривается, что вот природа отдельно, человеков здесь нет, а человеки отдельно, в таких же резерватах, но я бы сказал загонах, в человейниках, в городах. Теперь в отношении того, как будет реагировать система, таких вопросов к нам и комментариев приходят ежедневно, там десятки, десятки, десятки. Первое, могу сказать, что человек боится и на самом деле, как по мне, намного лучше прожить яркую, счастливую, хорошую, классную жизнь в свободе, нежели прожить долгую, нудную и печальную жизнь рабом в городе. Это раз. Поэтому люди, которые это говорят, на самом деле очень многого боятся. Для того, чтобы не бояться, я вот сейчас сделаю рекламу, потому что у меня осталось на компьютере минут 20 батарейки, даже не совсем рекламу, один из шагов, что можно предпринять. Мы боимся того, чего не знаем. Для того, чтобы понять, как жить в природе, как выстроить свою жизнь, чтобы у тебя и все росло, и у тебя было нужное количество продуктов, и была одежда, и прочее, 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 прочее. Мы этому посвящаем уже третий год подряд Международный биосферный форум, который проходит здесь, в Биополисе. Он будет в следующем году проходить непосредственно в июне месяце на день летнего состояния, с 21 по 27. И именно на нем мы для людей, которые уже созрели и готовы, мы очень много тратим информации, времени, он проходит целую неделю, и рассказываем, и на практике, обучаем людей тому, как построить печь, как построить дом, много теории, практики, посадки различных растений и самообеспечения, мало того, взаимодействия с животными, у нас есть козы, к нам сейчас приезжают лошади, будут альпаки, то есть, очень много интересных вещей, которые человек просто должен знать. Вот после того, когда ты начинаешь знать, для тебя, причем не все, ты не можешь сразу все познать, причем как бы в каждом регионе есть определенные нюансы, как правильно дом построить, когда скотину выпасать, а когда сажать что-то. Например, в Сибири, мы жили в Горном Алтае, и в Украине немножко разное количество светового дня, и там по-разному, например, агрономия должна реализовываться. Однако, очень много таких вещей, которые, зная, ты лишаешься, ты избавляешься от страха. И это вот такой философский вопрос, но если говорить на практике, то поверьте мне, я уверен, что у нас не 7 миллиардов, у нас такое большое количество человек на планете, что сегодня у серых, у тварей, которые нас загоняют в локдауны, у них такой огромный объем работы по тому, чтобы все не разбежались как тараканы, мало того, кто разбежится, то это будет лишь небольшой процент, который им мало интересен. Ну, поймите, удобно управлять послушной собакой, либо послушным бараном, а вот на самом деле козой управлять уже сложнее, потому что она немножко умнее, она немножко сообразительнее, шустрее, веселее и любит свободу. Коза не будет стоять на привязи, на веревке, как корова, например, или как бараны, которых может загнать обыкновенная шотландская овчарка, а вот с козой шотландская овчарка не очень даже исправляется, поэтому то количество людей осознанных, которые уйдут из городов, они будут лишь маленькой процентной погрешностью в общем объеме задач и в общем объеме того человеческого ресурса, который они под себя подгребают, делая из них конкретных рабов в конкретном концлагере. И я не имею задачи, что завтра вот мы возьмем и вдруг у нас все получится и будет 20%. Я думаю, что это достаточно постепенный процесс, учитывая, что мы активно ищем моменты сотрудничества с системой, ну вот правильного взаимодействия, то есть мы не противодействуем ей, мы не воюем с ней, мы не устраиваем демонстрации, мы занимаемся исключительно экологией, природоохраной, и мы ей не интересны. Мы интересны как нечто, что помогает ей вот конкретно в ее задачах сегодня восстанавливать экологию. Мы делаем хорошее дело. А к моменту, когда нас уже будет много, тогда посмотрим. Об этом будем говорить завтра. А что насчет некой психологической подготовки, она вообще нужна или нет? Какие-то качества? Насчет технологической уже немного было озвучено, да, то есть набор переселенца, сборный купольный дом, но все ли это, что нужно? То есть какие-то, возможно, нужны еще моменты, связанные с внутренней подготовкой и с внешней, да, для того, чтобы человеку переехать. Ведь, ну, скажем, сменить среду города на самообеспечение, это, ну, большой весьма шаг, и по идее он требует совершенно иного подхода к жизни и иных навыков. В городе человек занимается какой-то узкой специализацией, и вот он, ну, платит определенные налоги, можно сказать, да, очевидные и неочевидные в стиле того, что вот его как-то напрягают, где-то что-то заставляют делать, вот, ну, как бы предоставленный сам себе, он будет, с одной стороны, свободен, а с другой, ему придется все эти функции выполнять самостоятельно, как-то добирать вот все, что ему система дает. В чате уже упомянули там про медицину тоже, но вот как бы вот в эту сторону вопроса. И отвечаю, отвечаю, используем батарейку по максимуму, если вдруг отключусь, сорян, как говорится. Значит, первое, философски, ну, тебе должно надоесть жить в городе, должен понять, что тебе это не нужно, что тебе это вредно, в отношении, то есть, как бы страхи, да, какой-то момент, но главное, ты должен просто перерасти город, понять и разочароваться в нем, то есть, раз, разочарование, красивые фонари, ночные улицы, ну, поверьте, у меня все это в жизни было, я путешествовал по Европе, долго, интересно, и весело, замечательно, вот, но разочароваться, это когда чары города с тебя спадут, и ты станешь свободным. Дальше, в отношении узкости, да, специализации, но тут уже вопрос исключительно к тем, кто пишет, друзья мои, вы хотите быть узким человеком, либо человеком с широким кругозором, небольшим объемом, мастерства и знаний, и на мой взгляд, это замечательно, это здорово, как по мне, цель нашей жизни, это развитие, и соответственно, жизнь в природе, это развитие, в отношении медицины, могу сказать, что мы 8 лет вообще не болеем, чего и вам желаем, вот, медицина сегодняшняя, она ни в коем случае не думает о вашем здоровье, я вас прошу, если вы боитесь смерти, пожалуйста, добро пожаловать к нам на канал, смотрим фильм «Смерти нет», там очень много подробно рассказано, если ты относишься к ней совершенно иначе, или смотрим фильм «Крода», например, тоже у нас есть много ответов, уже дано, пожалуйста, пожалуйста, смотрим, если ты не боишься смерти, то, соответственно, ну, Мишка тебя съест, это я так пугаю, вот, или заболеешь и помрешь, ну, как умрешь, так и переродишься, опять-таки, твой выбор, повторюсь, мы не болеем, почему, ну, потому что, ну, вот у меня течет горная, чистейшая, родниковая вода, вокруг меня прекраснейший пейзаж, засыпано все снегом, чисто, никакой слякоть и грязи, никто улицы не брызгает и прочее, ты постоянно, ежедневно смотришь на меняющийся, каждую секунду меняешься окружающийся пейзаж, будь он зеленый летний, либо цветущий весенний, осенний или зимний, как сейчас, и это все добавляет тебе, и здоровье в том числе, ну, я думаю, что я ответил на вопрос, а в отношении знаний, да, каждый раз они нарабатываются, нарабатываются, мало того, все люди приезжают с новыми знаниями, то есть, кто-то сапожник, кто-то еще что-то умеет делать, повторюсь, я не говорю про жизнь без технологий, но я говорю о максимальном изобилии, то есть, так колбаса или мясо, которое ты потребляешь в городе, мало того, что они вредны, но так они еще и не стоят того, потому что, оплачивая вот любой товар в городе, ты платишь кому? Таможеннику, ворам в государстве, ты оплачиваешь, кстати, кто написал слово, за которое сажали в Советском Союзе, я его сейчас произнесу, а вы себя проверьте, ты оплачиваешь спекулянтом, оплачиваешь логистику, то есть, по факту, условно говоря, бутылочка молока, она стоит там 10, максимум 20 процентов от цены, которую ты платишь, а теперь вопрос, ты же платишь 100 процентов денег, которые заработал своей жизнью, своей энергией, правильно? Но 80 процентов того, что ты заплатил, мало того, что оно идет во вред планете, потому что за эти же деньги продолжают жить чиновники, политики, вырубать леса, загрязнять реки, то есть, ты должен понять, что каждым своим шагом, каждым своим действием в городе, ты спонсируешь эту систему, вот ты включаешь свет, ты уже убил рыбу, движение рыбы и залил целые сотни тысяч деревень при помощи ГЭС, либо заражаешь прочими вещами атмосферу планеты, ты сходил в унитаз, ты загадил речку, купил бутылку воды, оплатил дополнение СО2 у нас на планете, про СО2 отдельный разговор, потому что я думаю, что это очень полезно планете в данный момент для роста, но не об этом, говорим конкретно системными вещами, чтобы это было понятно, то есть, и как только ты начинаешь это осознавать и понимать, что на самом деле, выйдя утром к курятнику, ты имеешься 10-20 яиц, зайдя в лес, ты имеешься полный погреб консервации грибов, сушеных, мореных, моченых, каких угодно, ты выходишь в сад, и у тебя есть полный набор фруктов, ты идешь в лес, у тебя есть ягоды дикие, есть настойки на ягодах, ты подходишь к своему, меду, и у тебя, не нужно покупать тебе рафинированный сахар, ты имеешь, если ты, допустим, не имеешь, своего подсолнечного масла, значит, ты просто обмениваешься, используя систему дарения, с тем, у кого оно есть, ты имеешь свежее мясо, ну, повторюсь, ты имеешь все свежее, все здоровое, и самое главное, ты живой, ты живешь, и ты свободный, и жизнь прекрасна, и только тогда ты можешь начать развиваться, потому что город тебе не позволяет это делать, всеми силами, они стоят конкретно на том, потому что мы не осознаны с вами, и мы не можем развиваться, и осознанный человек, стремящийся к развитию, к сотрудничеству, к сотворению, это страшный сон этих промышленников, олигархов, тварей, не знаю, как их назвать, но то, что это не люди, мне думается, однозначно для каждого здравомыслящего. Алло, алло. Да, я обдумываю. Ну, вот в чате там пишут, что пока система это не пресекает, но в случае чего, если заметят какие-то вещи, которые не нравятся, то делают это всегда жестко, крайне. Сразу отвечу, оставайтесь в городе, ребята. Кто это пишет, мы не против. Понимаете, выбор есть всегда. Каждую секунду, каждое мгновение нашей жизни мы выбираем. Напиться, либо развиться, жениться, либо развестись, и прочее, и прочее, выбор всегда за тобой, исключительно за тобой. Ну, кстати, вот у вас там опыт был по созданию поселения именно в районе Алтая, в Алтайских горах. Вот это вот интересно, сравнение, да, Карпаты и Алтай, вот где лучше? И почему не срослось именно вот здесь? Не срослось, если говорить по стратегическим причинам. Российская Федерация на сегодняшний момент очень-очень... Так, картинка зависла. Алло, алло. Связь, походу, прерывается. Да. Как сейчас слышно прием? Ну, вот сейчас нормально все. Замечательно. Нас, как бы, ничего не остановило. В Алтае мы постепенно развивались, но самое важное, наверное, учили сами себя, жизни вне системы, жизни в природе, глубоко в тайге горного Алтая. Но Российская Федерация очень не любит свободу и тех, кто о ней говорит. Это подтверждение тех, кто боится. Но для нас эта ситуация оказалась стратегической. То есть, к нам за 4 года приехало более 400 людей со всех стран. Со всех стран мира, вплоть до того, что из Новой Зеландии приезжали. Вы представляете, из Новой Зеландии в Алтае люди летят для того, чтобы побывать, научиться, послушать. Мы стали слишком не то чтобы громкими, очень много говорили, к нам приезжали съемочные группы РЕН-ТВ из Америки и Англии приезжали исключительно, чтобы нас снять, с нами побеседовать и пообщаться. И нас попросили домой, чему мы на самом деле обрадовались, поскольку это новый виток развития. И если говорить о возможностях, то сейчас возможностей больше. Не просто мы ближе к Европе, но мы ближе к определенным центрам влияния сегодняшнего. То есть, есть у нас центры не только гадкие, плохие, серые, но есть еще и те центры, которые противостоят этому, светлые центры. И так сложилось и стратегически так было запланирован наш путь для того, чтобы мы могли более эффективно и быстрее реализовать весь тот большой объем концепции, который мы сейчас реализуем. И в отношении жизни, наверное, здесь проще. То есть, Алтай прекрасен, это место силы и он суров. И тут, что нужно иметь? Да, нужно иметь смелость, нужно иметь ответственность и осознанность. И смелости, ну, тоже определенная доля должна быть в тебе. Потому что, ну, так вот просто в тайге жить с детьми, рожать детей, радоваться жизни и иметь все свое, нужно быть готовым к этому. в Украине и в Карпатах несколько проще и в политическом, да, властном моменте. Мы активно сотрудничаем сейчас со всеми вертикальными властями, как местной, так и на уровне Кабмина и Верховной Рады. Для чего? Для того, чтобы зафиксировать, потому что мы делаем некий прецедент, прецедент в заповедном деле, в заповедном, как бы, законодательстве. Отрабатываем это сейчас здесь в Украине, потому что у нас модельная площадка. И наш опыт мы передаем соответственно по миру всем остальным биосферным поселениям, которые вот под нашей эгидой понемножечку активизируются, формируются и создаются. А на самом деле, ну вот, если я скажу на этот вопрос простым словом, то, наверное, нам хорошо там, где мы есть. И, скорее всего, это здравая позиция человека, который понимает, что он творец, и от того, насколько он гармоничен, вокруг него точно такой же мир. Так, ну, давайте до полной разрядки батареи, значит, решаем. С какими методами противодействия вот вы сталкивались на практике? Вот к чему людям, ну, стоит быть готовым еще в плане вот взаимодействия с официальными властями? Никакого противодействия нет. Коротко говорю, с нами, если говорить про РФ, противодействия не было никакого, все было нормально, хорошо, исключительно исходя из того, чтобы был такой план. Нам необходимо было переместиться сюда. Это раз. Дальше, в отношении противодействия с местными, ну, если ты человек, ты можешь найти общий разговор даже с медведем, тем более с местным народным населением. Мы же, создавая биосферное поселение, мы создаем биосферные заповедники. Местное население очень счастливо и радо этому, поскольку они имеют новые рабочие места. Мы перестраиваем экономику, то есть само биосферное поселение образовываясь, оно перестраивает экономику всех окружающих сел. С потребительского, с вырубания деревьев и загаживания речек на то, что подключаются они к высаживанию лесов, к созданию садов, к выращиванию рыбы и прочее, прочее, прочее. То есть, противодействия на сегодняшний момент нет. Мы с системой разговариваем на том языке, который ей понятен. Повторюсь, мы создаем биосферные поселения по аналогии биосферного заповедника. Мы создаем здесь же институты, развитие человека, ретрит-центры. Мы делаем большой объем в развитии местных ремесел и местных непосредственно сел, повторюсь. Поэтому противодействия на сегодняшний момент нет вообще никакого. И я не вижу моментов, за которые могла бы система от.